Больше 200 километров по воздуху преодолели члены избирательной комиссии, чтобы добраться до метеостанции Кур. Это север-левобережная часть Хабаровского района. Там живут и работают метеорологи Александр Ващук и Мария Гаврилова. По данным Краевого избиркома, они стали первыми россиянами, которые отдали свои голоса на выборах президента. Это информация о кандидатах на должность президента Российской Федерации. Информация о порядке заполнения бюллетеня. Обязательно должен избиратель знакомиться с ним. На метеостанции Кур Александр и Мария живут два с половиной года. Каждые три часа они собирают необходимые для прогноза погоды данные и отправляют их в Росгидромет. Голосование в подобном формате для метеорологов уже не первое. Это связано с удаленностью их работы. Но чтобы бюллетени с их волеизъявлением стали первыми в стране, такого еще не было. Первый избиратель на планете проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Бюллетень опущен. Ну, гордость. Я стал первым, кто проголосовал на этих выборах. Досрочное голосование проводится для избирателей, которые в дни выборов не смогут прийти на избирательный участок. Это вахтовики или жители труднодоступных мест, откуда сложно добраться до места голосования. В Хабаровском крае досрочное голосование пройдет в 14 районах. Оно началось 25 февраля. В отдаленные территории отправятся больше 50 избирательных комиссий. Ожидается, что в регионе досрочно смогут принять участие в выборах президента свыше 16 тысяч жителей. Избиратели проживают в разных условиях. И разные у нас есть логистические пути и транспорт, которые мы используем. Самый, наверное, приятный из этого – это вертолет. Но у нас есть и авто, моторисы, и автомобили повышенной проходимости, и снегоходы. Досрочное голосование на выборах президента России продлится до 14 марта. 15 марта начнется основной этап. Выборы продлятся три дня. Арина Садатенкова, Сергей Демьяненко. Для Большого Города.